меня упрекают многие в том что я чрезвычайно пессимистично смотрю на ситуацию как это раньше говорили что я грустил сейчас говорят что я ною практически непрерывно ну что ж оптимистов у нас хватает включайте телевизор и смотрите я помню как те же самые люди которые как правило проплаченные но есть какое-то количество людей которые увлеченные условно говоря риторикой платных проституток тоже склонялись к такому мнению и посмеивались надо мной ну и что замерзла украина дружным хором в четырнадцатом году осенью зимой пятнадцатого года еще даже весной пятнадцатого года украина замерзнет украина развалится произойдет новый майдан который снесет власть и где не замерзла не развалилась и майдана не произошел ничего не изменилось потом надо мной смеялись говорили что ну как же так минские соглашения они обязательно будут реализованы их сам путин на коленке набросал а путин ого голова раз он набросал значит он уверен что такое какие-то можно ну и где минские соглашения за семь лет я говорю что они мертворожденные на 9 на в конце восьмого года наконец-то это дошло до властей до очень оптимистичных наших властей которые надо мной посмеивались которые меня игнорировали тогда игнорируют мои прогнозы сейчас ну и наконец возьмем нашу замечательную специальную военную операцию которую я открыто называю войной и намерен так поступать и дальше потому что как не назови а все равно это война все мероприятия которые проводились в течение первого этапа провалились просто потому что никто не слушал в том числе того что говорил я я не один такой умный достаточно много умных грамотных владеющих обстановкой на украине людей даже не обладающих какими-то там специальными навыками говорили о том что украинская армия далеко не та которая она была в четырнадцатом году и даже в 15 что это стало достаточно серьезная военная сила с которой надо было серьезно воевать результат шапками закидать не получилось расчеты на то что украина рухнет в течение двух недель максимум не оправдали что все побегут сдадутся и будут переходить на нашу сторону где они все эти расчеты вот сейчас идут тяжелые бои на донбассе по-настоящему тяжелые с большими потерями а эти потери они как бы не оправдываются успехами да противник поступает достаточно грамотно маневрирует сил не выводит войска из на из наметившегося мешка и перебрасывает их на угрожаемые направления грамотно воюют во всех отношениях грамот и эти успехи они чисто тактически стратегического успеха а стратегический успех это именно разгром вражеской группировки пока нет и обозрима его не видно у меня достаточно много информации с фронта касающийся и численности наших войск и выучки наших войск и потерь понесенных и руководство нашими войсками озвучивать конкретные факты и примеры я не буду но совокупность этой информации не позволяет мне быть оптимистом к сожалению нас ждет многомесячная а может быть и многолетняя тяжелая позиционная война которая опять же выльется в решающие сражения и победит в этой войне одна из сторон либо российская федерация ставшая россии по факту либо коалиция состоящий сейчас только из украины и поддерживающие нато но возможно это будет в будущем более широкая коалиция чем больше продолжается война с каждым месяцем тем больше шансы что в эту войну вступят прямо или косвенно своими вооруженными силами по крайней мере отдельные страны члены нато